У меня любое начинание начинается с того, зачем я это делаю, какие цели преследую. И уже исходя из этого, так сказать, настраиваю схему того, что я делаю общую, потом какую-то уже более подробную и так далее. А гуманитарии, художники, они, я так понимаю, делают несколько иначе. Вот он, Арбат. Мать ела. И ты еще здесь. Ну, скажите, Алик, каково вам жить в Москве? Что вы имеете против Питера? Задаешь сразу такие провокационные вопросы. Живется хорошо. Вы сейчас там не армянин? Здесь интересно. Нет, я не армянин, но возможно что-то такое присутствует. Вы понимаете, что нас интересуют ваши музыкальные способности? Какие способности? Кальные. Кальные? Запор, чтоб сериал не воровал, а запоры не ломал. Кто не поймал, тот не вор. А поймают приговор. На решетка и жизнь течет. Вор отдых да почет. Кто не поймал, тот не вор. Но не проломлю разговор. На Руси одна напасть. Кто не поймал, тот и власть. А у власти свой устав. Кто не поймал, тот и прав. И ведется с давних вор. Кто не поймал, тот не вор. А как воруют, чтобы усилий? Боже, правительство, спаси. Но виновность здесь не власть. Просто есть чего украсть. Ну, расскажи, Алик, сколько ты уже в Москве? Такие были сложности? Что нравится, что не нравится? В Москве я с мая 2012-го. То есть уже год и где-то 4, наверное, месяца. Примерно так. Сам иногда удивляюсь. Порой так иду по улице. Оп! Ловлю себя на мысли, чувак, блин, а ты же в Москве. Ну, сложности были поначалу немножко такие. Трудности, так сказать, перевода. Ну, ничего. 2-3 месяца примерно так повтуплял. Но потом вошел в нормальный режим. Когда приступил к музыке? К музыке я приступил, можно сказать, как бы повезло. Практически с первых дней. То есть на второй день я уже пошел на репетицию с командой. То есть как бы сразу уже с нормальными музыкантами. Потом, через пару-тройку месяцев, уже начали поступать приглашения в такие уже сложившиеся коллективы. Через пару-тройку месяцев? Ну, через 2 месяца где-то, да. То есть сначала вектор, потом семантика. Семанта, ты я когда врата. Да, 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 да. Именно так. Ну, а уже потом зимой, вот где-то в феврале или в декабре, в январе, точно не помню сейчас, уже поступило приглашение в ту команду, в которую я и хотел попасть. Еще в современное Ломско. Здесь группа Safe. Ну, вот как-то, когда пришел в Safe, уже начались какие-то концерты, движухи. Такой компрометирующий вопрос, специально для Савина. А если поступит предложение от Фирфактори, скажут, поехали навсегда с нами. Признавайся, сволочь. То есть, если мне поступит предложение от Фирфактори... Ну, не мне же, елки зеленые. Ну, боюсь, я тогда продам родину сразу же с потрохами. Вот такой вот я не патриот. Вот и правильно. Простите, ребята. Никого не хотел ходить. Тут не на что обижаться. Вот, ну, вот как-то вот так вот. Ну, здесь, в общем, определенно лучше складываются дела, чем мы складывались до этого. Ну, фу, надеюсь, не сглажу. Вот пусть так и будет. Я постараюсь. Какие дальнейшие творческие планы? Ты же, вроде бы, хотел сыграть всю музыку. Ну, всю музыку не сыграешь, но я постараюсь как-то, да. Не, ну это абстрактно, поражаясь. Ну, да, конечно. Планы есть. Ну, если не считать группу Safe, как бы, в дальнейшем развиваться, учиться играть для других жанров. Вот я слышал, тебя кто-то сбаламутил. На счет. Что-то наподобие интернет-проекта замутить. О, так это еще давно, это же со времен Омска. Это еще в Омске я записывал песни для ребят. Я, кстати, не так давно встречался с вокалистом из этой интернет-проекта. Он приходил к нам на репетицию. Из этой интернет-проекта? Ну, из этого интернет-проекта, да, из группы Кева Солтера. Вот он, Константин, он мне дал диск даже с песней. Дома даже есть диск. Вот. Ну, было интересно и прикольно так повидаться с чуваком, с которым несколько лет только по интернету общался. И с которым записал несколько песен. Ну, когда я употребил слово «збаламутил», я имел в виду другой интернет-проект, который еще только на стадии обсуждения. А, то есть можно уже про него говорить, да? Ну, без названия. Хорошо, да. Есть еще другой интернет-проект, но он как? Он не тот, чтобы прям стопроцентный интернет. Он как бы такой, даже не знаю, как это сказать. Может быть, полуинтернет? Ну, полуинтернет, полуживой проект, который начали... Полуживой, еле живой. Ну, да, да. Вот, но надеюсь, что как бы уже скоро... Я слышал, что у них вокалист старается перестать есть мясо. То есть, получается, ты мясо есть перестал? Черт возьми, стоп. Собрать роботов? Приходи. Собрать роботов? Приходи. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях в нашей московской студии Бас-гитарист различных групп Сейф, Векторов, Андеграунд и Семантика По имени Алик Кех Типа да Или просто Алик Сегодня мы поговорим о татуировках Да Скажи, пожалуйста, как началось твое увлечение тату? Ну, наверное, как и у 99% людей Случайно появилась возможность Сделать небольшую татуировку Ну, так вот, просто для себя Ну и вот я ее подумал Так нарисовал схематично Принес мастеру Ну и вот как-то вот Сделал Собственно, это была вот эта вот часть Только лишь маленькая Собственно, и ее я и хотел сделать И как бы на этом, собственно, и остановиться Но когда сделал Собственно, и не тут-то было Захотелось как-то адресовать Продолжить То есть Потом на второй сеанс я пришел Сделал немножко побольше камней Потом захотелось продлить вниз Ну и так далее Собственно, вот сейчас уже Вся рука Вот С осенью Уже пойду Забивать всю левую Наверное, теперь уже не смогу остановиться То есть Будешь забить весь полностью? Ну, весь полностью нет, конечно Но, как бы Руки там, ноги Да Наверняка Как тянете? Ну, может быть Вся жизнь впереди еще Посмотрим Обычный гранатский вопрос Ты не переживаешь О том, как они будут выглядеть в старости? Нет, не переживаю Потому что Если я доживу до старости Я вряд ли буду Симпатичным старичком И как бы Наличие татуировок Я уже думаю Явно не испортит Да Привет, Пуксик Вылезай После ручки Озеро Яльчик Даже есть рыба Озеро Яльчик Игорь Ньютон озеро мушангер здесь и небо и деревья красиво отражаются в воде да и небо сегодня в порядке минеральный источник зеленый ключ это круче чем маршал простите бурята но это так минеральный источник зеленый ключ насколько мне известно уникальный водичка вкусная и очень холодная здесь уже не купаются а здесь мы видим как минеральный источник зеленый ключ плавно впадает в реку и ледь течение в данном участке увеличивается здесь можно увидеть местных девчонок вот одна из них там снизу голубой песочек а сверху рыженький нравится здесь оставайся вот здесь разливают вкусную водичку вот здесь вот вот здесь вот Продолжение следует... 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 Ну, рыло набил, конечно. Знатно. Жми все кнопки. Все подряд жми. Знатно просто. Не горюйтесь, иди себя хорошо. Останется. Что? Номер какой? Номер чего? Телефон. Питерский. Андрях, она есть. А, есть. Утро нового свет, ветра теплого вздох. Сквозь окна моего раскрытого вздоха. Пепел прожитых лес. Пепел прожитых лес. Пепел прожитых лес. Пепел прожитых лес. Пепел прожитых лесу. Пепел прожитых лес. Пепел прожитых лесу. Пепел прожитых лесу. Добавляют особенно хорошо в рыбные и мясные блюда, еще там допустим водку добавляют для вкуса Растение колкое, но очень полезное, можете попробовать Вкус такой вот пряный, хвойный Это ягоды второго года, по-моему То есть зеленые есть, тут они еще не доспели, но можно в общем есть уже А вот эти они самые созревшие, по вкусу классные Вот это вот папоротник орляк, он уже осень, он уже распустился полностью Собирается он весной, в лекарственных целях и в пищевых тоже Когда свернутые улитки листьев еще только начинают в мае идти Их можно солить там, потом жарить, офигенный получается деликатес Ни в каком ресторане так не накормят То есть свернутые в виде только, потом они уже становятся несъедобными Очень широко используются с японцами, закупаются на Дальнем Востоке у нас Вот они же все-таки молодцы, там знают, что нужно там рыбу есть И вот папоротники они берут тоже, чтобы оздоравливаться Вот есть еще съедобные виды на нашей стороне Ну вот тут он вот орляк самый такой Как бы треугольник образует Очертание треугольника легко можно определить Оценим Вот, это звездчатка средняя, вот так вот она растет Любит влажные места Макрица по-другому называется Офигенное салатное растение Всегда оно Мягкое и вкусное Вот, теперь попробуйте Напоминает этот Сорняк, в общем там На картошку, допустим, на пакел В общем, рассказываю, как определять Это очень похоже на известную черемуху Но это нисколько не черемуха Ягоды похожие, но внутри у них две косточки У черемухи одна По вкусу черемуха сладкая А тут у нас мы видим, ну такой Или безвкусный, или непонятный привкус Можете разгрызть, главное не глотайте Это растение называется крушина Используется в лекарственных целях кора Она собирается, потом нужно ее хранить год Чтобы там не до этого вещества ушли Или же ее можно термически обработать Потом используется Используется как слабитель Поэтому, если наесто этих ягод Обеспечено Получите эффект Ну, можете еще отроиться Потому что ядовито Очень похоже на черемуху Но внутри две косточки В черемухе одна Вот это растение называется бересклет У нее вот такие ягодки Тут можно заснять Черный глаз такой Окосарон Можно их есть, они безвкусные правда Но желудок набить можно Птицы очень любят клевать Считается несъедобным Но в принципе есть молния Ну а официальная там медицина не придет Но еще никто не умер Целый репорт Поделок Что сподвигло тебя Сделать так? Такое, ну вообще я читал Кастанелло, там про эту практику было написано Потом прочитал, как люди делали и решил сам попробовать, два раза закапывался И решил для людей тоже проводить Я долго искал людей, чтобы закапали, один сказал, что в Анастасии не написано такой практики, поэтому я тебя не буду закапывать Поэтому чтобы все люди могли это общить Мне интересно чисто психологически Как это, как люди себя почувствуют, как себя поведут, какие мысли будут Такое вот исследование, короче Что вы можете сказать о поводу происходящего? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши вы Это такая концовочка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Это специальное место, где можно отдыхать, размышлять, ловить всякие мысли Мне совсем не страшно и я собираюсь это сделать Ощущения самые позитивные, как будто у меня день рождения Субтитры создавал DimaTorzok Нам надо было тоже так в войне, да? Ага А ветки не сломаются? Надеюсь, нет Не, ну тут вот хорошие ветки, толстые Да даже половину не закопали еще Да Прямо страшновато Что зафигно? Жесть Так, это наш участник Евгений Вот Он закопался вместо того, чтобы бороться с комплексами и страхами Он просто спит И мы никак не можем его разобудить Ну-ка идем заточен И так не видно, что бороться с комплексами Мы вас уже откопали Несколько лет назад Мы ждем Вот так выходит процесс второго рождения Интервью Участник проекта Евгений Да какое интервью? Никаких интервью Никаких интервью Жешь комментарии Как все-таки Наш сын свобода Улыбочка Можем на ваше лицо посмотреть? Веселая Веселая Да, конечно Ты не можешь ли Наш сын свобода А? Наш сын свобода Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Мы идем откапывать ребят Здесь первый Ваши впечатления? Впечатления самые наилучшие Поспал и все здорово Только вот затек немного Несколько раз просыпался И думал, когда же это кончится Холодно было? Ну так вот Ваши впечатления? Мои впечатления Там темно было, а тут очень светло Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok А это закат на Волке Чебоксары Довольно-таки широкая река И сегодня я решил посмотреть своими глазами Что такое закат на Волке Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok